Всем привет, меня зовут Катя, я участвую в конкурсе «Купи ребенка ТВ». Рукодельно-креативный конкурс нужно было сделать питомцам для любой героини Monster High или Ever After High. Я сделала для Мэдлин Хэттер. Для начала скажу, что это необычный слоник, он сделан в виде чайничка. То есть отсюда как бы льется чай, и вот эта крышечка снимается как будто, но это шляпка обычная, да, и ножки, вот у нее слонишка, это девочка. Вначале расскажу про глаза. Глаза у нее выполнены в фиолетовых оттенках, и я делала их из полимерной глины. Пришила на обычные белые нитки. Далее я сниму шляпку с нее. Конфетка тоже сделана из полимерной глины. Шляпка, мне кажется, очень аккуратно вышла, потому что я не знала, как пришить, ой, приклеить вот эту штучку. И поэтому просто так вышла. Не очень аккуратно. Шляпка сделана и для украшения, и для... Как будто это снимается, да? Поднимаешь, и она снимается. Шчажок, что ли, какой-то. Вот выкройка, ушко. Что надо было показывать. Из чего сделан. Сделан из белого... Ну, не белоснежного, а прям просто белого-бежевого флиса. Вся она. Бантик сделан из обычного такого. Не знаю, что за ткань. У меня просто была ленточка. Вот это я привязала ее. Далее носик идет. Носик изгибается в разные направления. Потому что там вставлена проволока. Пускай будет вот так. Не знаю. Просто тут можно сделать сотни направлений, которые вам нравятся. Пускай вот такая будет. Далее ушки. В ушки тоже вставлена проволока. Можно сгибать хоть как. Это ушко. И второе тоже. Например, вот так. По-разному. Далее. Если убрать вот этот бантик. Вы увидите такой вот замочек. У него мы тянем. Открываем и видим несколько конфет. В данный момент у меня там их 5 штук. Вот эта ткань. Розовая. Сверху наполнитель как бы. И снизу. Она растягивается до самого конца. Но я не буду там что-то толком ее потом еще застегивать. Тут наполнена она синтепоном. Ножки. Само тельце наполнено синтепоном. Шили. Шили. Я шила на живу левого, да. А потом уже на машинке прострачивала. Вот этот замочек помогала шить маму. Потому что я не умею такие замки пришивать. Давайте теперь перейдем к конфете лоха. Анкета сделана в виде чашечки, которая стоит на блюдечке. В чашке даже есть ручка. И за нее я буду и держаться. Чашечку я пыталась сделать более-менее объемной. Надеюсь, у меня это вышло. Но мне как-то не очень нравится ее объем. Плюс я делала еще не на акварельной бумаге. Я хожу в художную школу. На ручке написано. Купи ребенку Ру. Ру это их сайт. А ТВ это как бы канал на ютубе. На самом верху написано. Имя. Конслофа. Ну, для друзей. Или же сокращенно Лофа. Порода. Чалонский конфета сов. Почему чалонский? Потому что чай, да. Конфета сов. Конфет. Конфета. Сов от... Не от совы. От сэ. Это слон, да. Если бы я назвала конфета слов, было бы как слово какое-нибудь. Так, сова. Мне, в принципе, нравится порода его по названию. Далее. Характер. Веселый, дружелюбный и добрый. Особенности. Прячет конфеты очень глубоко в себя. Обожает чаепитие. Чашечка сделана в фиолетово-голубых и таких бирюзовых тонах. Почему? Потому что Мэдлин как бы любит такие цвета. Сами посмотреть на ее фото. Фотографию. И сам слоник, сама Лофа. Сделана тоже вот шляпочка у нее светло-сиреневого цвета. Конфетка сиреневого цвета. И глазки сиреневого цвета, как и тени. Вот. Кто-нибудь заметил тени. Если мы откроем анкету. Сзади вот такая вот штучка есть. Как будто Лофа нам что-то говорит. Давайте я попробую взять Лофу. Как будто она это говорит. Меня зовут Лофа. Я очень люблю пить чай с Мэдлин и Рэйвен. Как бы я не знаю ее показать. Также я очень хорошо играю в прятки. С этим мне помогает мой хобот. Если вам понравилось, ставьте лайк. И изображение пальца вверх. Кстати, давайте проверим, сможет ли хобот пролезть и удержать анкету. Да. Такая вот Лофа молодец. Бантик у меня, по-моему я уже говорила, он самый обыкновенный. Просто лента какая-то была. И как говорит Лофа, если я вам понравился, ставьте лайк. Всем пока. Спасибо за просмотр. Если Лофа вам действительно понравилась, ставьте ей лайк.